ЧП в Абакане случилось в сентябре прошлого года. Столб кипятка вырвался из-под земли и буквально выбил окна в многоэтажке и естественно испортил все, что находилось внутри. Пострадали 9 квартир. К ответу за крупную аварию призвали ЮСТК, компанию, которая эксплуатирует трубопровод горячей воды. Одна из потерпевших, Наталья Кондрашкина, уже получила решение суда признать ЮСТК виновными и выплатить материальный ущерб в 145 тысяч рублей. Морального вреда суд не нашел, однако денег за имущество Наталья так и не увидела. Они сказали нам, нужно ждать в течение месяца, пока все вступит в законную силу получается. Я получается месяц подождала, мне 25-го часа сказали, перезвоните, для того, чтобы вам подготовили исполнительный лист. Я вчера звонила, они сказали, а на вас подали жалобы, я говорю, с чего бы. Ну то, что они не согласны. Вот и все. А не согласна теплосетевая кампания с проведенной оценкой. За порчу мебели, балкона, ковров, стены, пола 145 тысяч коммунальщикам показалось слишком много. А это значит, что Наталье и ее товарищам по несчастью предстоят изнурительные судебные тяжбы. А накануне в горсуде прошло рассмотрение дела по еще одной квартире. Все испорчено, не то слово испорчено. Там, во-первых, залито было все кипятком. У меня были заготовки в зиму, там на балконах ковры, там все смешалось. Земля, кипяток, там камни, там в общем не передать. Но и СТК проблемы пенсионерки не впечатлили и вновь представитель пытался избежать возмещения морального ущерба. Те заброневания, что указаны из выписки медицинской карты Кулина и Зои Филипповны, они являются нейтрологическими и в результате, значит, пролева тепловой сети они никоим образом не могли, значит, у ИСЦА появиться. Кроме того, обращения, выписки, значит, составлены через месяц после самого пролева. К тому же коммунальщики при поддержке администрации головной компании ТГК отказались платить за испорченную норковую шубу, которая 21 сентября сушилась на балконе. Аргумент? В акте осмотра в день аварии ее не указали. Отказ Зои Филипповне и в выплате морального ущерба. Его она оценила в 150 тысяч рублей. Удовлетворить в части. Взыскать сообщество с ограниченной ответственностью. Южно-Сибирская теплосетевая компания в пользу Кудиновой Зои Филипповны в счет возмещения ущерба, причиненного затоплением квартиры, сумму в размере 179 282 рубля 25 копеек. Судебные расходы в размере 10 тысяч рублей. О взыскании и компенсации морального вреда отказать. Обжаловать будете? Да не то слово «вжаловать», потому что это унизительно. Они же столько там натворили в квартире, все уничтожили то, что у меня было куплено. Владельцам девяти залитых кипятком квартир придется набраться терпения. ЮСТК, похоже, намерена биться за каждую копейку и во всех судебных инстанциях. Мария Добрынина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.